МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Меня зовут Крабцова Ольга. Я работаю в компании «Селектел». Занимаю должность руководителя отдела кадрового отдела производства. Компания «Селектел» является ведущим провайдеров облачной инфраструктуры и услуг дата-центров. Мы на рынке работаем уже 13 лет. У нас 6 дата-центров, у нас офисы представительства в Санкт-Петербурге и в Москве. У нас очень много клиентов, и у нас численность сотрудников уже более 700 человек. В нашей услуге мы представляем выделенные сервисы, сервисы информационной безопасности и защиты данных, облачную инфраструктуру и размещение сервера. О себе расскажу очень коротко. Я в кадрах уже 20 лет. Это практически весь мой рабочий стаж. Последние 9 лет я нахожусь в руководящей должности. Работала в очень разных сферах, таких как продуктовый ритейл, банки. Было бюджет здравоохранения, и сейчас я работаю в IT. Моё приоритетное направление – это автоматизация и оптимизация деятельности отдела кадров. И в прошлом году я переехала в этот прекрасный город, Санкт-Петербург, из Новосибирска. О чём я сегодня буду рассказывать? Я расскажу, что такое КИДО. А есть кто-то в зале, кто непосредственно работает в кадрах или с кадрами как-то связан? Прекрасно. Всем остальным тоже будет интересно, потому что вы послушайте, как это выглядит всё со стороны сотрудников в компании. Я, к сожалению, буду немножко смотреть сюда, потому что оттуда я даже в очках ничего не вижу. Расскажу, что такое электронные подписи. Расскажу предпосылки, почему мы решили заниматься внедрением к ИДО. Расскажу, какой у нас был план перехода. Реализацию, с чем мы столкнулись в процессе. Результаты внедрения, какие мы получили. И расскажу, как компания определить, нужно ли вам внедрять у себя КИДО. И отзывы, которые мы получили от сотрудников при внедрении. Что же такое КИДО? КИДО — это кадровый электронный документ-оборот. Если коротко, то это создание, подписание, использование и хранение кадровых документов в электронном виде без дублирования их на бумажном носителе. То есть никаких бумажек в деле кадров не предполагается. Что дает эта компания? Прежде всего, это сокращение заратной логистикой документов. Логистика документов — это передача документов на сотруднику на подпись. Тем более, если это между офисами, это пересылка документов. То есть КИДО эту проблему решает очень оперативно. Сокращение времени кадровых сотрудников на операции. Для обработки документов, чтобы его создать, нужно пригласить сотрудников на подпись. Нужно дождаться, когда они придут, все подписать, разложить это все в архив, сформировать. То есть это получается очень много, не то чтобы не квалифицированной работы, но сопроводительной работы, а не основной работы. Оперативность и прозрачность подписания документов. То есть все мы знаем, при работе в крупной компании, тем более, всегда есть какие-то документы, которые не получается подписывать оперативно в нужные сроки. И всегда есть какая-то вот такой… То есть подписываются как и дата, и как-то. При подписании в КИДО документы все подписываются оперативно, день в день. Сокращение архива бумажных документов. Бумажных документов много. Если взять такую даже компанию в тысячу человек и взять, к примеру, даже документы по отпускам, то это в год минимум 2000 документов. Соответственно, если взять еще все операции, то, соответственно, бумажный архив растет как снежный ком. А это и затраты, и хранение, и тем более хранение 75 лет. То есть, соответственно, архив просто колоссальный. При КИДО материального архива кадрового нет. Возможность перевода практически всех документов. В отдел кадров электронный вид. То есть сейчас наше законодательство позволяет практически все документы перевести. И остается совсем небольшой участок, про который я расскажу, который остается в бумажном виде. Цифровизация отдела кадров. Отдел кадров в априори считается самым, наверное, таким бюрократическим отделом по каждой компании, потому что нужно приходить, вовремя подписывать нужные даты и все такое. Цифровизация отдела кадров выводит его на новый уровень и делает его более таким френдли, дружелюбным по отношению к остальным сотрудникам. А теперь посмотрим, что дает КИДО сотрудникам компании. Не нужно ходить в отдел кадров для подписания документов. Неважно, в одном офисе вы находитесь, и тем более, если вы находитесь в разных офисах. Это время. Нужно прийти, выбрать рабочее, нерабочее время. А в нерабочее время кадровики тоже не работают. Никакого подписания документов задним числом. То есть сегодня документы выписывались, и сегодня уже мы их и подписали. То есть сотрудники четко знают, что они подписывают и когда, и оперативно. И документы хранятся в электронном виде, а не пылятся где-то дома. Потому что если даже мы вспомним себя, кто вспомнит, где его трудовой договор лежит. А тем более, там должны остаться инструкции или какие-то документы о переводе. То есть если надо, дома никто ничего не найдет. А здесь они все есть в электронном виде, и сотрудник всегда может их оперативно получить. Если мы говорим об электронных документах, у электронных документов должны подписываться электронными подписями. Здесь подписи различаются как у работодателя, так и у работника. То есть работодатель подписывает все усиленной квалифицированной подписью УКЭП. То есть имя ей можно подписать все документы абсолютно. А электронные подписи для сотрудников есть нескольких видов. Это регламентировано у нас на уровне законодательства. То есть есть УКЭП. Это простая электронная подпись. Ей можно подписывать ряд документов, не касаемо каких-то доп. соглашений. Есть УКЭП госуслуги. Можно подписывать все документы через портал госуслуги. И есть УНЭП. УКЭП — это усиленная неквалифицированная подпись, в которой со стороны сотрудника можно подписать абсолютно все кадровые документы. И мы, как работодатель, для себя становились именно на этой подписи, так как она дает максимальное удобство для сотрудников. То есть не нужно выбирать эти документы. Я этой подписью подписываю, а эти вот этой подписью. То есть здесь как бы облегчается для сотрудника вот этот момент выбора. Какие были предпосылки по внедрению КИДО? Почему мы вообще решили этим заняться? Во-первых, мы IT-компания, мы принимаем все передовые технологии. Удаленка. У нас до этого был ковид. Потом, в принципе, приняли законодательство, которое позволяет официально сотрудникам работать на удаленке. И при удаленных сотрудниках все мы понимаем, что есть сложности в подписании документов. Заходить в съездение между офисами, отправлять домой и все. КИДО решает эти все проблемы вообще очень быстро и практически в один день. Возможность также подписывать документы сотрудниками, которые находятся в офисах в других городах. И возможность, самое интересное, кадровикам возможность работать также из дома. Потому что, допустим, когда был ковид, кадровики были, наверное, единственными сотрудниками компании, которые вынуждены были ездить в офисы, работать из офиса. И они не могли позволить себе технически работать из дома. Потому что это нет техники, там нужно печатать документы и так далее. КИДО, для КИДО этого ничего не нужно. Загружаются документы в систему и все. То есть, да, кадровики немножко тоже могут и редисционироваться. Возможность большого подписания, большого документа в один клик. Не нужно всех сотрудников. Мы знаем, что нельзя сотрудников разом всех пригласить в один день. Не у всех есть возможность. Через КИДО мы это можем сделать. Быстрый рост компании. У нас динамично развивающаяся компания. И дальше покажу немножко в цифрах, что с ростом численности растут операции. И КИДО позволяет эти процессы все более загладить. И, конечно же, это принятие у нас законодательства КИДО в Трудовом кодексе. Вот как раз цифры. То есть здесь сравнение прошлого года и текущего года. То есть численность у нас в компании выросла на 150 человек. В связи с этим увеличилось количество основных процедур. Это приемы, отпуска, переводы. Соответственно, их и так не два документа. А с учетом роста, то есть они еще и растут. КИДО позволяет за счет сокращения одних функций взять дополнительный объем без потери качества. И плюс у нас также растут удаленщики. Притом это удаленщики не то, что сотрудники, работающие в нашем же городе, но из дома или как-то. А у нас растут сотрудники, работающие именно в других городах. И КИДО позволяет оформлять с ними документы без потери качества и без потери времени. План перехода. Сейчас обозначу пункты и потом более подробно остановлюсь на некоторых из них. Мы приняли для себя решение по предпосылкам, что да, мы будем переходить. И мы принимали решение либо покупать систему, либо писать свою систему. Мы выбирали информационную систему, собирали рабочую группу для запуска. У нас было тестирование и доработка системы со стороны информационной службы безопасности, нашей внутренней. Заключили договор, интегрировали систему с 1С, подписали сотрудниками все необходимые документы на бумаге, вынесли данных в информационную базу, которую мы выбрали, и запустились. А теперь более подробно остановлюсь на некоторых. Как мы принимали решение об информационной системе? На момент запуска, скажем так, мы рассматривали между цифровой платформой и работа в России, которая у нас предоставляется нашим сейчас государством, разрабатывается, и какой-то другой информационной системой, что позволяет нам законодательство. Так как работа в России еще новый проект, еще сыроват, еще очень много доработок, мы остановились на том, что мы будем приобретать и работать с другой информационной системой. Здесь стал вопрос, приобретать какую-то готовую или писать свою. И мы оценили по таким параметрам, что у нас стандартные кадровые операции, то есть все, кто занимается, допустим, этой системой, разрабатывают, они их знают, они их учитывают, то есть ничего нового особо нет. Простота и удобство получения электронной подписи. Если бы мы писали свою систему, нам пришлось бы работать с каким-то удостоверяющим центром по поводу приобретения электронных подписей. Компании, которые уже этим занимаются, то есть они и этот вопрос тоже берут на себя. Соответственно, никаких трудозатрат в этом плане нет. И трудозатраты по написанию самой программы, по ее технической поддержке, то есть это должно быть хороший штат сотрудников, который будет над этим работать. И, по сути, придумывать нужно будет с нуля. В итоге мы выбрали, что да, мы покупаем информационную систему. Что мы оценивали? Мы смотрели стоимость договора, поддержку и дальнейшее ценообразование для нас было очень важно, потому что компания у нас не очень маленькая. Возможность выбора вида электронной подписи. То есть в разный момент могут понадобиться разные подписи. И если поменяется законодательство или что-то, то нужна будет компания, которая достаточно быстро и гибкость в этом плане может сработать. Гибкость компании и ее процессов в том плане, что если что-то будет меняться, то они не будут говорить нам о том, что вот вы знаете, мы вот такой продукт выпустили, и он работает так всегда. Нет, компания будет России развиваться вместе с нами или вместе с законодательством, или вместе с той ситуацией, которая складывается на рынке. В том числе это настройка процессов под наши требования и дополнительные настройки со стороны службы безопасности. И простой, удобный интерфейс. Так, чтобы он был логически понятен. Также для нас было немаловажным фактом, что компанию, которую мы выбрали, оказывает еще и поддержку со стороны правовой системы по части КИДО. В итоге мы остановились на компании Charlink, представитель которой сегодня тоже находится здесь. И потом, если вас заинтересует, можете к нему тоже обратиться, он вам про нее все расскажет. Все было тоже не так просто. У нас мы создали целую рабочую группу, которая принимала решения по выбору системы. Прежде всего, это был отдел кадров, который мы оценивали с точки зрения законодательства и удобства нам работы. Это была юридическая служба, оценивающая свои тонкости, в том числе по подписанию цифровой подписью. Внутренняя информационная безопасность проводила очень большую работу, провела до заключения договора по внедрению и обеспечению безопасности данных. И специалисты 1СЗУП. То есть те специалисты с программой, которыми мы работаем. Что у нас было в тестировании и в доработке со стороны службы внутренней безопасности? То есть мы провели внешнее тестирование системы компании, которую мы покупаем, грубо говоря, на взлом. То есть никаких критических уязвимостей обнаружено не было. И компания пошла на встречу. Мы ограничили вход в личный кабинет только из наших IP-адресов. То есть внешне каких-то источников в нашу внутреннюю систему попасть нельзя. Что дает дополнительную гарантию нашим сотрудникам о том, что их персональные данные не будут утрачены или куда-то не будут переданы. Проведено было и тестирование интерфейса и возможности самой программы по работе с кадровыми документами и по удобству, и по скорости. Насколько, скажем так, переход в новую систему нам сократит время по сравнению с тем, что есть. Дальше было заключение договора. После юридически улаженных моментов мы занялись непосредственно внедрением и установкой. Мы сделали интеграцию системы с нашей 1С-ЗУП. Мы подписали сотрудниками необходимые документы. Это документ, который говорит о том, что сотрудники, то есть ЗОП-соглашение, о том, что сотрудники согласны на использование электронной подписи в документах и документы полностью легитимны, точно так же, как и бумажные с живой подписью. Потом началась большая работа со стороны кадровиков. Были созданы личные кабинеты, приглашены сотрудники, выпущены подписи и прошла система подтверждения подписей. То есть эта работа заняла примерно где-то месяц-полтора, так как численность сотрудников большая и была определенная еще работа связанная. И, наконец, мы запустились. Запуск был у нас тоже, скажем так, ничем-то неожидаемым. Сотрудники ждали эту систему, мы ее анонсировали. Анонсировали с начала прошлого года и всегда держали сотрудника в курсе, что мы это готовим, прорабатываем этот вопрос и он будет запускаться. То есть у нас был анонс, у нас были рассылки с информацией о сроках, переходах и конкретных действиях, для того, чтобы сотрудники четко знали, понимали, что делать. И были персональные консультации сотрудников, как правило, по сохранению персональных данных и по поводу того, как работать дальше с системой. Когда все такие технические моменты были готовы, мы принимали решение по поводу того, каким образом запускаться. Есть два варианта. Первый вариант, и он, наверное, самый более такой распространенный во всех источниках, что взять небольшую целевую группу, протестировать на ней, понять какие-то моменты, нюансы, и после этого уже транслировать на всю компанию. Мы отказались от этой мысли, и мы транслировали сразу на всю компанию. Почему? Взять маленькую аудиторию, будет небольшой срез, не всю обратную связь мы получим, придется, грубо говоря, делать два раза одно и то же, когда мы потом запустимся на всю компанию полностью. Поэтому мы запустили сразу на всех, но пошли поэтапно. Мы в октябре запустили приказы на отпуск, так как это самый массовый документ, и он позволил охватить нам практически всех сотрудников, потому что в отпусках ходят очень часто. Соответственно, мы получили сразу объективную классную обратную связь по поводу того, что сотрудникам понравилось, что не понравилось, и что хотелось бы увидеть нам, как кадровикам, и сотрудникам, как сотрудникам при работе с данным инструментом. Мы это приняли, что-то отработали сразу, что-то мы взяли на вооружение. Дальше были приказы на командировку. В декабре состоялось грандиозное событие, которое нас всех порадовало. Мы запустили график отпусков, и, о чудо, мы подписали его за 10 дней вместо трех месяцев. Кто знает, как это обычно происходит, это прям реально меня здесь поймут. В январе мы запустили остальные дополнительные соглашения, кроме переводов, и в феврале мы уже запустили подписание через КЭДО приема на работу. Прием на работу – это не просто подписание приказа одного о том, что сотрудник принят на работу, это полный пакет документов, включающийся и трудовой договор, и локалку, и должностные инструкции. При том, все эти документы должны быть подписаны в определенном порядке, и система КЭДО позволяет подписать их именно в нужном порядке, допустим, всю локалку и должностные до подписания трудового договора. И в подписи отражается дата и время, и при возникновении каких-то споров мы всегда можем показать свою правоту, и что мы сделали все правильно. Но все равно было не то, чтобы не гладко, но мы столкнулись с некоторыми ситуациями. То есть первое – это было опасение сотрудников за сохранность персональных данных. Так как у нас все-таки IT-компания, сотрудники знают, что можно там что-то где-то взломать, еще что-то, то есть мы им вместе с информационной службы безопасности показали, что наша система достаточно защищена. Из всей численности у нас только два человека остались на бумаге, и это их право. Мы решили, что если такие сотрудники будут, мы не будем ни на чем настаивать. И отсутствие гибкости в процессах вопросов в компании, с которой мы работали. Мы их ожидали, и это не что-то глобальное. То есть мы поняли, что нам кроме заявлений нужны еще какие-то дополнительные формы заявлений, нам нужна маршрутизация процессов, нам нужен в интерфейсе дополнительные фильтры. И когда мы компании это транслировали, что-то могли сделать очень быстро и оперативно, а что-то взяли на вооружение и нам добавляли потом по ходу, а что-то у нас, допустим, какие-то вопросы находятся еще в разработке. Но компания на меня отказала, но делается просто не так быстро, как, допустим, мы бы хотели. В итоге что мы получили? Скорость подписания документов сотрудниками. Как я уже сказала, у нас график отпусков подписался очень оперативно, вместо того, что все знают, как он подписывается, все его ходят подписывать в каждой компании, может растянуться на несколько месяцев. Удаленность сотрудников не влияет на скорость подписания документов. Нет раскладки документов в архив, как нет из самого архива у кадровиков. То есть время, которое высвобождается, оно направлено на более продуктивные, результативные вещи. И это ведет к тому, что рост численности компании не ведет к росту численности отдела кадров. Как мы вели, грубо говоря, мой отдел в каком-то есть составе и с ростом компании, мы еще видим резервы, куда мы можем расти, и сотрудников мы брать больше не нужно. Мы прекрасно справляемся с этим составом, что есть. И сотрудникам интересно. Не нужно разбирать бумажки, вместо этого можно потратить время на развитие или на какие-то крутые проекты. Удовлетворенность сотрудников. Сотрудники не ходят больше в отдел кадров, и всем это очень классно. И подписать документы могут со своего рабочего места, могут с транспорта, могут с телефона, с компьютера. Главное, чтобы был вход под нашим IP-адресом. Все. Цифровизация документов отдела кадров, то есть, о чем мы говорили, нет бумажных носителей. Экологичность. Мы тоже за это. Мы компания, которая в том числе и заботится об экологии. У нас нет теперь запроса на такое потребление бумаги, и это тоже очень клево. И можно подписывать документы с сотрудниками, кто уехал за границу. Это, наверное, последняя вот такая фишка. Что еще относится к результатам внедрения, что можно отнести? То есть, судо-леничность. Если сотрудники работают на удаленке, можем подписать абсолютно все документы с ними через систему КИДО. Если это сотрудники работают в офисе, мы можем подписать все документы, кроме трудовой книжки, акта о несчастном случае, инструктажей по охране труда и приказы об увольнении. Все остальное можем подписать в электронном виде. Только эти документы у нас остались на бумажных носителях. Если бы... А давайте я сейчас заклад закончу, и это будет первый тогда вопрос, на который я отвечу. Если бы у нас сейчас не было КИДО, что бы мы имели? Когда сотрудник работает на удаленке, как в основном все пользовались? Мы тебе отправим документ в электронном виде, ты подпишешь, отправишь нам скан, скан является нелегитимным документом, и оригиналов никогда никто дождаться не может. Если приходит проверка, показывать нам нечего, и это риски компании. Большое время уходят на непродуктивную работу по раскладке, по мониторингу, по поводу выискивания. Так, документа нет. А где же он? Кому-то я его отдал на подпись. Кому? То есть какие-то дублирующие списки, где документы. Постоянно отсутствие документов в причинных идлах. И для своевременного подписания, то есть если у нас сотрудники находятся удаленно, это почта, курьерская служба, приходят поздно. То есть вот постоянно вот такая работа, вообще не кадровая ни разу. Какие мы потомцы получили отзывы? Здесь приведено совсем немного, всем мы, конечно, разместить не можем, но от сотрудников мы слышим о том, что это классно, клево, и очень оперативно, и технологично. То есть мы не отстаем от всей компании, мы идем в ногу с ними. И здесь, скажем так, я подготовила небольшую такую, как определить вам, нужно ли вам кэдо. Если у вас численность компаний больше 300 человек, если компания меньше 300 человек, у вас просто материальные затраты и время на внедрение просто съест результат. Потому что если компания небольшая, обычный классический кадровый документ, наоборот, отлично заход зайдет. Если у вас быстро растущая компания и дальнейшие планы на развитие. Если у вас офисы в разных городах и есть удаленные сотрудники. Если вам нужно оптимизировать численность отдела кадров, если вы понимаете, что у вас отдел кадров растет с каждой новой соткой новых сотрудников, подумайте о том, что вы можете сделать, чтобы остановить этот рост, иначе численность отдела кадров когда-нибудь будет больше, чем вся компания. У вас регулярное обновление локальных нормативных актов. Это те документы, которые собираются, как правило, в подпись в один день, а растягиваются надолго и подписать. Объективно понимаем, что нельзя пригласить тысячу человек в один день на подписание. КЭДО позволяет это сделать. По сути, основные моменты я все рассказала, поэтому если будут вопросы, с удовольствием послушаю. Я отвечу. Я отвечу.